Новости с сурдопереводом на телеканале Хабар 24. В студии для вас работает Альфия Хайдарова. Сурдоперевод обеспечивает Виктория Антонишина. Здравствуйте. Довесную продукцию на экспорт намерены поставлять промышленники Восточного Казахстана на рынке Средней Азии. Выходит Усть-Каменогорский завод по выпуску древесно-стружечных плит. Кроме того, в регионе, где сосредоточено до 3,5 млн гектаров лесных угодий, планируют развивать кластер лесоперерабатывающих предприятий. Сырья для создания новых производств по расчетам лесничьих в избытке. Для нужд индустрии на востоке страны используют не больше 40 тысяч кубометров древесного материала при возможностях перерабатывать в 20 раз больше. О перспективах развития лесной отрасли узнавал Вячеслав Итлугин. Вот нижние ветви уже усохли. Соответственно, она уже начинает повреждаться. Пройдет не более 5-6 лет, и она просто-напросто сама по себе упадет. Лес Восточного Казахстана стареет. 95% березовых и осиновых насаждений перестойного возраста. Деревьям больше 40 лет. Мебели с такого материала уже не сделать. Мы готовим учет лесного фонда. У нас спелых и перестойных насаждений на территории учреждения – это 2 миллиона 600 тысяч кубических метров. Из них перестойного насаждения – это полмиллиона. То есть это говорит о том, что лес у нас стареет, и его надо как-то перерабатывать. Старый осенник, который раньше шел только на дрова, предприниматели Усть-Каменогорска пустили в большое, и оказалось прибыльное дело. На этом заводе из невостребованного в промышленности лесоматериала в год изготавливают 16 тысяч кубометров древесно-стружечных плит. 30% отправляют в Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Наша особенность предприятия – это переработка некондиционной древесины. То есть в штабе видно бревна, которые нельзя использовать для каких-то полезных дел. В 2017-м Казахстан импортировал древесные продукции на 336 миллионов долларов, тогда как собственные выпустил только на 26 миллионов. Увеличить объемы лесозаготовок промышленники Восточного Казахстана рассчитывают за счет привлечения в отрасль иностранных инвесторов. Есть у нас ряд перерабатывающих компаний, которые тоже работают по глубокой обработке, но не на том уровне, не с теми объемами, которого хотелось бы. Есть заинтересованы китайские мебельные компании, которые готовы к нам приехать, рассмотреть наши условия и при возможности организовать производство по глубокой переработке древесины. С запуском лесоперерабатывающих производств будет обновляться лес. Взамен одного вырубленного гектара лесопользователь обязан озеленить два. С 2030 года на территории области планируют ежегодно высаживать до 3500 гектаров саженцев хвойных и лиственных пород. Вячеслав Фитлугин, Аслан Тулепов и Роман Родионов. Восточно-Казахстанская область. Хабар-24. Проект по программе «Туханжер» реализован в селе Ак-Патер Западно-Казахстанской области. Местный предприниматель построил для родного села фельдшерско-акушерский пункт. Старое здание находилось в аварийном состоянии. Строительные работы были начаты в прошлом году и обошлись меценату в 16 миллионов тенге. Село с населением чуть больше тысячи человек находится в Касталовском районе области. Для нас созданы все условия для работы. Наша задача – проводить профилактику заболеваний, оказывать первичную медицинскую помощь населению. В Тубкараганском районе Мангасталовской области построят типовые дома для очередников в рамках программы «Нурлежер». Взведут их на территории в 4000 гектаров в сторону аэропорта Ак-Тау, а также сел Саен, Шапогатов и Ак-Шукур. Там расположатся одноэтажные дома и коттеджи. А сейчас уже ведутся проектно-сметные работы. Стоимость дома изначально предполагалась где-то 120 тысяч за квадратный метр. Соответственно, если кто желает его приобрести, они могут приобрести. Если нет, значит оказаться. Сейчас в Тубкараганском районе этот земельный участок, но в будущем рассматривается вопрос передачи этих земель в город. Чтобы не ночевать в подъездах, бывшие воспитанники детских домов вынуждены жить в однокомнатной квартире в Костанае. В таких условиях ребята находятся уже пятую зиму подряд. У всех одна проблема – нет своего жилья. Сейчас в областном центре в очереди на квадратные метры стоят чуть более 2000 сирот. А за последние три года квартиры получили лишь 104 человека. Артем Грапов продолжит тему. Николай Жителев воспитание получил в детском доме. Уже 8 лет живет самостоятельно. Со своей семьей, супругой и трехлетним сыном сейчас снимает однушку в спальном районе Костаная. Каждую зиму он дает приют знакомым по детскому дому. В этот раз в квартире площадью 15 квадратов ютятся 10 человек. В позапрошлом году у меня жило 17 человек. Я жил на музыкальной школе, снимал там. Там было, правда, поболее квадратов, там было по 30 квадратов почти. Там 17 человек, где-то около 20 человек помещалось. И все помещались. Но это же неправильно, как не для жизни. Сейчас этих ребят связывает одна проблема – отсутствие жилья. Недавно о них узнали в Ассоциации выпускников детских домов Казахстана. Представители этой организации прибыли в Костанай, чтобы лично выслушать нуждающихся молодых людей. Некоторые из них из-за незнания не вставали в очередь на жилье, а кто-то, находясь в ней, попросту не продвигается. Я раньше ходила, мне говорили, вот вы 310-е. Два года прошло. Я думаю, ну, живу пока. Так, пускай, я пошла, я пошла, мне еще выше сделали. Сколько? 400 с чем-то поставили. Все талончики я сохранила. Смотря на это, мы видели, сколько таких было проблем в Алмате. Мы же решали вопросы. Там 10 человек получило квартиры. Они не могли просто получить эти квартиры, потому что у них не было правовой понимания, правовой помощи не было. На это они имеют право, на это они что-то не имеют право. Где-то они могут, где-то они не могут. Вот я знаю. Сейчас проблема такая же в СКО. С мертвой точки, уверены в ассоциации в Кустанай, ситуация все же сдвинулась. По итогам встречи представители городского Акимата пятерым ребятам пообещали предоставить временное жилье в общежитии. Артем Грапов, Ермек Мухамедьяров, Кустанай, Хабар, 24. Кустанайские фермеры недовольны новыми правилами субсидирования семеноводства и считают их неэффективными. Причина в том, что некоторые аграрии попросту могут лишиться государственной поддержки. Как выяснилось, заключенные в прошлом году контракты на приобретение семян теперь субсидировать не будут. Согласно правилам, дотации получат только те, кто подписал договор с семеноводческими хозяйствами после 1 января 2019 года. Представители областного филиала Союза фермеров Казахстана намерены в ближайшее время направить в Минсель по свои предложения для решения данной проблемы. Как мы знаем, хороший хозяин готовит сани летом, а повозку зимой. Поэтому те крупные хозяйства, которые действительно занимаются семеноводством и работают на то, чтобы у них отдача была нормальная, в октябре месяце уже почти в октябре-ноябре заключают контракт и проводят платежи. Единственное, в Карганзенской области кролиководческая ферма выходит на проектную мощность. В этом году здесь планируют увеличить поголовье до 2000 животных и расширить географию поставок диетического мяса. Марина Золотарева побывала на ферме и расскажет подробности. Кролиководческая ферма Тимиртау оборудована по последнему слову техники. Домики для животных смонтированы таким образом, что отходы уходят вниз, не оставляя запаха. Гнезда, где рождаются крольчата, снабжены температурным датчиком и обогревом. Вода и корм будущим мамам подаются автоматически. Зайцы делают себе норы, а кролики делают себе гнезда. Вот затем крольчиха вырывает из себя пух, чтобы утеплить гнездо. И здесь растут маленькие крольчата до 21 дня. Сейчас на ферме трудится 5 человек. После выхода на проектную мощность штат увеличится вдвое. Ферме понадобятся опытные зоотехники и кролиководы. У нас все поголовье племенное. У нас три породы. Это серебро, белый великан и Калифорния. Так как мы кроликов содержим именно в таких условиях, то эти породы сюда очень хорошо подходят. Они более выносливые. У нас летом очень жарко, зимой очень холодно. Для забоя животных оборудовано отдельное помещение. После разделки мясо упаковывают и замораживают. Продукция реализуется в области. Управлять производственным процессом людям помогают цифровые технологии. Нам показывают, что нужно сделать на сегодня. То есть вот этих крольчих отсадить от этих. Там посмотреть гнездовых. То есть, ну, все, что нужно делать на ферме. Какие фермы нужно чистить, какие не чистить. То есть она учитывает все. Сколько уходит в месяц комбикорма на кроликов. Сколько в принципе кроликов. То есть сколько крольчих, сколько кролов. Ну, вся полностью информация о нашей ферме содержится в этой программе. Предприниматели закупили оборудование для переработки шкурок. В планах организовать пошив меховых изделий, в том числе и для детей. Марина Золотарева, Василий Савкин, Краганинская область, Хабар-24. Продолжим выпуск с событиями в мире. В ходе протестов в Судане погибли 24 человека. Сотни получили различные ранения. При этом, по данным правозащитных организаций, жертв и беспорядков намного больше. Акции в Африканской республике, напомню, продолжаются с декабря прошлого года. Жители недовольны значительным повышением цен на топливо, хлеб, а также острым дефицитом основных продуктов питания. Манифестации прошли сразу в 30 городах страны. Люди поджигали офисы правящей партии и требовали отставки правительства. Чтобы успокоить активистов, полицейские применяли против протестующих слезоточивый газ. В сербских городах снова прошли массовые антиправительственные протесты. Сама крупная акция в столице Белграде собрала несколько тысяч участников. Их основные требования – свобода СМИ, прекращение нападений на журналистов и оппозиционных деятелей, а также прозрачность дипотношений с Косово. Отмечу, демонстрации в столице стали уже шестыми по счету. Волна выступлений началась после нападения на оппозиционера Борка Стефановича в городе Крушевец. Это вызвало возмущение общественности. Здание в Париже, в котором накануне прогремел мощный взрыв, может разрушиться. Этого опасаются французские пожарные. Сейчас квартал оцеплен. Спасатели будут дежурить у дома не менее двух дней. Напомню, мощный взрыв в центре Парижа прогремел в пекарне, расположенной на первом этаже четырехэтажного здания. Он был такой силы, что ударная волна полностью уничтожила помещение, выбила окна в соседних домах и перевернула припаркованный рядом автомобиль. Затем в здании начался пожар. Погибли три человека, двое пожарных и одна туристка из Испании. Около 50 человек пострадали. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. В пожарной службе уверены в том, что причиной взрыва стала утечка газа. Но эксперты еще не завершили расследование инцидента. Парламент Македонии проголосовал за переименование страны в республику Северная Македония. Внесение соответствующих поправок в Конституцию поддержали все присутствующие в зале депутаты. Представители оппозиции голосование бойкотировали. Отмечу, власти пошли на такой шаг ради урегулирования почти 30-летнего противостояния с Грецией, которое препятствует вступлению страны в Евросоюз и НАТО. Афины блокируют планы соседнего государства в связи с тем, что в Греции есть исторический регион, который также называется Македонией. В прошлом году Афины и Скопьи заключили соглашение об урегулировании спора. Осенью в стране прошел референдум, на котором большинство проголосовавших поддержали перемены. Однако, плебисцит был признан несостоявшимся из-за низкой явки. Между тем, несколько сотен человек уже несколько дней выходят на улицы Скопьев в знак протеста против переименования страны. Они считают, что отказ от прежнего названия – слишком высокая цена за вступление в НАТО. А в Киеве впервые провели фестиваль красок, аналог индийского праздника Холли. Назвали его «Яркий лед». Местом встречи для участников стал «Ледовый каток». Все подробности того, как прошел необычный праздник у нашего корреспондента. Традиция встречать приближение весны, бросая в воздух разноцветную краску, присущую Индии. Там даже праздник специально есть – Холли. Но никто точно не ожидал появления его аналога в Киеве. Причем проводится он уже не в первый раз. Фестиваль в ледяных декорациях назвали «Яркий лед». Организовал его Леонард Григорьев. В первую очередь, чтобы встретить ярко и красочно, эмоционально год. Розукрасить немножко настроение людям. Уже проводя 7 лет в Украине фестиваль красок Холли, мы пропагандируем тот момент, что в любой ситуации в жизни, какая бы она ни происходила, нужно смотреть на это все с позитивом и яркими эмоциями. Призыв, видимо, услышали. Количество участников превысило все ожидания. И это несмотря на зимнюю погоду. Особый интерес к красочному действу проявила, конечно, молодежь. Это очень весело, нам очень нравится. Мы все такие яркие, на позитиве. Это очень классная атмосфера. Мне очень нравится. Мне кажется, это восхитительно. Мне кажется, это очень классно придумали. Это хорошая идея. Мы дарим позитивную энергию людям, радость. Зрителям Казахстана мы тоже посылаем свою любовь, свои поцелуи и обнимашки. И мы вас очень любим. Стоит отметить, что такая краска для человека безвредна. Но чтобы не испортить одежду, участники яркого фестиваля переоделись. Из-за повышенного интереса праздник Холли обещают проводить каждый сезон, независимо от погоды. Марк Брюшко, Айда Кадрыбай, Михаил Мищенко, Хабар 24, Украина. На этом у нас пока все. Спасибо за внимание. Оставайтесь с нами. Субтитры подогнал «Симон»!